Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. По правде говоря, собиралась сегодня записать совершенно другое видео на совершенно другую тему. Но тут такое дело. Хочу задать вопрос мамам. Вчера моя дочь, когда я забрала ее из школы, и как мы обычно делаем? Ты спрашиваешь, как прошел твой день, что вы учили, что вы делали, что вы кушали, с кем ты играла? И на что Милен мне ответила, что сегодня был очень интересный день. Приходили дяди и тети, и мы делали тесты. Нас спросили нарисовать несуществующее животное. Затем показывали какие-то картинки с кубиками, кружочками, с прямоугольниками. Просили нарисовать свой дом, свою семью, то, чего ты боишься, что ты хочешь. И вчера я как-то все это послушала. Дело было вечером, как говорится. И сегодня утром я зашла в интернет и решила посмотреть, что это такое. Как оказалось, это психологические тесты. И что я хотела бы узнать, законно ли это проводить вот так вот, без участия родителей, без согласия, без присутствия родителей, такое тестирование в школе или где бы то ни было. С одной стороны, да, наверное, это правильно. С другой стороны, ну, по-моему, нужно согласие родителей. Я уже рассказывала случай, когда Милен у меня была еще в садике, Эколь Матернель. И однажды тоже я ее забрала домой. И уже было поздно. Я попросила собрать игрушки, на что никакой акции не было. Ну, дети есть дети. Плюс выключить мультики. И на что мне мой четырех- или пятилетний карапуз ответил, что не буду я этого делать. И что, что ты ущемляешь, типа, мои права, я позвоню в полицию, на тебя пожалуюсь. И вот представьте, какое состояние у родителя. Ты не просишь делать какие-то ненормальные вещи. Ты просто делаешь свою работу мамы или папы. И на что тебе ребенок отвечает вот такими вот словами. Я тогда у нее узнала, что это, откуда и с какой стати. Потому что ребенок в 4-5 лет просто сам додуматься до этого не может. И я была тогда в нашей Эколь Матернель, в нашем садике. И беседовала с воспитателем. И она мне сказала, что да, у них проводится работа психолога с детьми. И поскольку дети маленькие и многого не понимают, многого не знают. И им объясняли, что если там в семье какое-то там непристойное поведение или там родители с вами плохо обращаются, то вы можете обратиться в полицию или сказать там воспитателю или медсестре или там кому-то еще, чтобы, ну, вам типа помогли. Я понимаю такие действия, поскольку действительно ребятишки в таком возрасте, они не могут знать, что правильно, а что неправильно, что нормально, а что ненормально. Я до сих пор, вот мне 47 лет будет в этом году, и я до сих пор вспоминаю кошмар, который я увидела в доме своих друзей. Мы играли, ну, как все дети, ты не часто ходишь там к кому-то, к лучшей подружке ты заходишь, она к тебе приходит. Но когда вот такой гурьбой вы играете, не ко всем вы ходите, не всех вы приглашаете к себе. И я помню, что однажды мы зашли два братика, один постарше, один помоложе, и мы зашли к ним домой за какими-то игрушками или за самокатом. Я уже точно не помню, много времени прошло. Это тоже мне было, ну, еще до школы лет шесть, наверное. И я помню тот шок, вот как тогда вот было, вот я сейчас вам перед глазами, я вам рассказываю, и все вот так вот, как наяву происходит. Какие-то бутылки, грязная посуда, папа, который валяется, не лежит, а именно валяется на диване, и дети, вот эти вот два братика, они абсолютно спокойно, ну, короче, не было никакой реакции, что что-то ненормально, что для меня это был шок, потому что я росла в такой семье, где алкоголь не употреблялся. Это были исключения, там, шампанское, какое-то легкое вино, Новый год, дни рождения, 8 марта, 23 февраля и не более. И для меня реально был шок вот эти неубранные вещи, разбросанные, все вот это. И я больше туда пойти не смогла. И дети, которые вот растут в таких семьях, для них это нормально, потому что они не знают другой жизни, и они не могут оценить все вот эти вот риски, которым они подвергаются в каждый день. Если в семье принято там орать или там наказывать как-то, то у ребенка складывается вот такое впечатление, что у всех так, все так живут, и ничего в этом плохого нет. Как бы мама так поступает, папа так поступает. И, конечно, здесь я как бы, ну не то, что как бы, а я поняла прекрасно, почему проводятся вот такие вот беседы с маленькими детьми, и почему хотят их оградить от каких-то негативных последствий. Но здесь вот мне непонятно, потому что если они делали вот эти тесты, куда они потом пойдут, кто их будет разбирать, рассматривать и так далее. И вообще, как бы это была не беседа, а вот там рассказать, объяснить, что если вот это может случиться, потому что как бы, когда у меня старший сын был в колледже, у них там были различные уроки полового воспитания, как предохраняться нужно, и то, и то, и то, как бы это естественно, нормально, но это уже было после 12 лет. И здесь вот, конечно, я Милен ничего не говорила, что ну как бы я беспокоена вот этой вот ситуацией. Возможно, как бы опять вот эта мама-наседка во мне начинает превалировать, но, тем не менее, как бы для меня это немного выглядит странно, потому что здесь очень всё чётко. Если предвидится какой-то выезд на природу, в театр, на какую-то экскурсию, или вот недавно приезжали пожарные, рассказывали работники скорой помощи, рассказывали, как там всё это происходит, как бы детей знакомят с окружающим миром, потому что, ну, ребёнок в семье, если нет медработников, то, ну, что он может сделать, как бы лучше пусть это профессионал научит, расскажет, объяснит, что нельзя проходить мимо человека, который там потерял сознание, вы не бойтесь, наберите там службу или пожарных, вот здесь в Помпье приезжает, или скорая помощь, или там, что если вы нашли там животное, нужно обратиться в полисмуниципаль, это нужно, чтобы, понимаете, как бы такие аспекты, я очень приветствую, но всё, что касается психологических тестов, без участия родителей, для меня это как-то, ну, мягко скажем так, я не очень довольна, и поэтому, вот, интересно, законно ли это или незаконно, и вообще бывает ли такое, это только у нас, или уже вы родители, неважно, в какой стране вы живёте, конечно, больше всего интересует Франция, поскольку проживаем мы здесь, и хотелось бы узнать, как дела обстоят по месту, но, с другой стороны, интересно было бы узнать, проводятся ли вот такие вот мероприятия в других странах, в каком классе, и если нет никаких показаний, если нет желания родителей, чтобы их проводили, как вот, ну, со всем этим разобраться, даже не знаю, но, тем не менее, я такой человек, когда я не могу сама найти ответ на этот вопрос, или же не знаю, как поступить, я не стесняюсь спрашивать совета у своих зрителей, потому что у меня достаточно большая аудитория, и у каждого свой опыт, и у каждой сталкивается то с одним, то с другим, то с третьим, и когда ты не сталкивался, ты не знаешь, что лучше уже, как говорится, спросить, а не строить какие-то догадки, ну, все, мои хорошие, будет время, запишу я эту тему интересную для вас, о которой вы меня спрашивали, постараюсь сделать сегодня к вечеру, ну, а если не получится, то увидимся завтра.